Любимое время в нашей программе Мне кажется, это замечательно Тебе бы пошло, ты бежишь так Мне кажется, это так красиво обтянет твои формы Спасибо, Денис Достойный экземпляр в нашем музее Замечательно Ну и поскольку школа у тебя детская Дети у тебя занимаются футболом Сделал для нас следы какое-нибудь упражнение Которое ты делаешь с детками А мы попробуем его сделать Повторить Легко, разминочный такой вариант Повторяем за тренером Солдатик Звездочка Зайчик Ладно, змейку мы показывать не будем Дальше можно обратно А я бы мог показать Давай, Кирилл Нет, нет, у нас центр в другой месте Все, размялись, пойдем поработаем Пойдемте поработаем Спасибо, Денис Про заразный рак и льготы диабетикам Ограничения в интернете И сервис умный саров О чем говорит город говорим И мы обсуждаем самые интересные На наш взгляд события последних дней В эфире соседский вай-фай В студии Кирилл Васенин И Лиди Шуаева Подключаемся Наверное, традиционно для наших последних выпусков Начнем наш разговор с тобой О бюджетном процессе в городе Сарове Это моя любимая тема Потому что я в ней ничего не понимаю Объясняй Кирилл, я не вылажу с этих заседаний Мне надо с кем-то делиться этой болью Вот честное слово В общем, свою эту боль В общем, депутаты пытаются отстоять льготы диабетикам Это хорошая вещь Это хорошая вещь Плохая в том, что администрация не сдается Ты знаешь, у меня Извини, что я тебя перевиваю Но у меня стойкое ощущение Что у нас как в Звездных войнах А как в Звездных войнах? Есть кое-кто Которые на Звезде Смерти летают И они типа плохие И есть классные джедаи Звезда Смерти это департамент финансов Похоже, которых не сбежит Да, это ребят, которых мы с вами выбрали Вот последний раз, когда Дум выбирали Департамент финансов говорит тем Что он диктует четко вот эту позицию Что мы не можем финансировать сферы Не относящиеся к местным вопросам И вот льготы диабетиков Они как раз Как и животные Питомник для животных Как и завтраки для школьников Как и продленки Они не попадают под статьи расходов Которые могут финансироваться из местного бюджета И, кстати, в эту же кучу еще добавляются Льготы на посещение детьми детских лагерей Да, да, да Куча всяких льгот Они отменяются И, в общем-то, депутатов в принципе понять можно Потому что они говорят Друзья мои, вы нас взяли в заложники Потому что Долго придется объяснять Штрафы, не штрафы Эта Дума войдет в историю Как Дума, которая отменила Школьные завтраки бесплатные Которая отменила бесплатную продленку Которая лишила льгот диабетиков Которая чуть не закрыла питомник для животных Которая Да, 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 да И через два года очередные выборы Они придут Все в те дворы, в которые обещали по миллиону Им скажут Ха! Вы кто? Да, мало ли того, что миллионов нам не дали Так еще и вот это, вот это, вот это, вот это вы же сделали Да, в общем, депутатов, конечно, в этой истории очень жалко Потому что действительно, действительно я была на этом комитете Он длился почти три часа И депутаты с жаром отстаивали льгот для диабетиков Они говорят, нельзя, нельзя лишать людей льгот Потому что в семье, в которой есть больные с сахарным диабетом У них и так большие траты Это специальное питание Это медикаменты какие-то И вот те меры соцподдержки, которые сейчас существуют А программа поддержки людей больных диабетом в Сарове Существует очень давно Давайте хотя бы сохраним Хотя бы для детей Хотя бы, ну вот хоть что-то Ну, с другой стороны, ты говоришь, хотя бы для детей Вопросов нет, я согласен Ну, а всем остальным-то как же А сколько стариков? Ну, тоже верно И позиция главврача нашего КБ-50 Он сказал, что если мы отменим Вот те льготы, которые имеются Компенсация за тест-полоски для пожилых Если мы введем Сейчас они хотят привязать администрацию К прожиточному минимуму Даже пенсия 12-14 тысяч Это выше, чем прожиточный минимум Но на эти тест-полоски В зависимости от течения болезни Уходит от 800 до 3-4 тысяч в месяц На что товарищ Оков сказал Вы понимаете, что все пенсионеры Просто перестанут контролировать сахар в крови И вы понимаете, к чему это приведет И действительно, ну это так Люди начнут экономить на своем здоровье Не от того, что куда-то эти деньги Смогут еще потратить А от того, что вот просто этих денег нет Чем все это закончится К моменту выхода программы в эфир Уже будет известно Потому что в пятницу у нас На Думе рассматривается бюджет Его либо примут в том виде В котором его внесла администрация Либо отклонят Мне даже интересно Ну, будем посмотреть, как говорят Будем надеяться Будем надеяться Мы, если что, на стороне тех, кто отстаивает Мы за людей, да Мы за людей В курсе ли ты той истории, которая в Москве разразилась По поводу рака, который якобы заразен Это, мне кажется, что-то Что-то за гранью добра и зла Просто честное слово Да, расскажем людям, что произошло В общем, есть одна женщина в Москве Старшая по подъезду Старшая по подъезду, да Которая решила проявить инициативу Как ей кажется хорошую И собрать подписи жильцов подъезда Для того, чтобы выселить Семью с больным раком ребенком Выселить из квартиры, которую они снимают Точнее, снимают Квартиру предоставляет фонд Да, на время лечения Мотивация простая Рак передается воздушно-капельным путем Да, что рак – это заразная инфекционная болезнь После чего, как только появилась эта новость в СМИ Народ просто вспух, взбурлил просто Кстати, две трети жильцов подъезда эту петицию подписали И эта семья съехала из этого подъезда Потом, конечно, появилась информация о том, что Когда начали опрашивать жильцов этого подъезда Естественно, журналисты туда слетелись Как вороны на побоище Начали опрашивать И оказалось, что достаточно часто жильцы подписывали петицию Только потому, что они ее не прочитали Идет старший по подъезду, собирает подписи Ну, за что он там собирает Слава богу, что люди все-таки разумны В большей степени Ну, потому что, друзья, рак не заразен Он не передается воздушно-капельным путем Он либо есть, либо нет Либо есть, либо нет Да, да, да И причин возникновения этого заболевания К сожалению, сегодня врачи четко назвать не могут Есть факторы, которые увеличивают риск заболевания Но причину болеют люди, которые ведут здоровый образ жизни Которые курят и пьют Болеют те, которые занимаются спортом Которые не курят и не пьют Да, абсолютно Есть, кстати, версия, что рак – это психосоматика Ее называют болезнью непрощения И когда человек копит в себе обиды Вот это вот выходит Ты знаешь, хотят сейчас арестовывать За явное неуважение к государству в интернете Вот написал ты постик, в котором ты выразил А есть критерия вот этого вот Как явно я плохо отношусь к государству? А вдруг они прочтут сарказм в твоих словах И все Ты знаешь, что за публикацию в интернете Материалов, выражающих неуважение к государству Органам власти и Конституции Можно заплатить штраф от одной до пяти тысяч рублей И административный арест даже получить сроком до 15 суток, Кирилл Ну, мне кажется, что это очевидная просто попытка Не попытка, это просто очевидно, что люди не хотят слышать свой народ Ну, это законопроект, который реально рассматривается в Государственной Думе Действительно, пока непонятны критерии, что считать неуважением к власти Вот что Сейчас на 15 суток пойдешь Ты что несешь-то, Кирилл? Вырезайте! У нас же программа-то в интернете будет лежать Вырезайте! Это из интернета! Все, готов отдохнуть? Да господи От работы на нарах 15 дней отпуска с халявной едой в уютной однокомнатной камере Ну, теперь ты знаешь, что надо делать, чтобы попасть в этот отпуск Да Что еще плохого в интернете? Милиционеры шмонают телефоны на предмет наличия в нем телеграма Подходят и говорят, ну-ка, показывай Показывай А ты им что? Телеграмчик ей есть? А если найду? А если найду? Так, и что, прям подходят? Ну, из разных регионов В Сарове, слава богу, такого нет Но из разных регионов страны Если посмотреть паблики в интернете Летят жалобы Что милиционеры требуют И даже, да, есть какая-то околоофициальная позиция МВД Что действительно проверяют телеграм Но якобы это связано с тем, что через телеграм Вот эти вот наркоканалы распространения протягиваются И вот чтобы найти этих дилеров из-за окладки Телеграм, собственно, проверяют Читать переписку мою они не могут Для этого и нужно Вот, кстати, да, я нашла инструкцию в интернете Как себя вести, если к вам подошел товарищ милиционер И хочет проверить ваш телефон Тут речь идет о том, что провести личный досмотр полицейский Имеет полное право Но для этого должно быть А. основание Б. двое понятых И все действия должны быть запротоколированы Дальше Пароль на телефоне Может быть, да А ты можешь его благополучно забыть Забыть Палец, но это что-то не работает Да, но как бы работает не всегда То есть, возможно, придется открыть телефон Дальше самое интересное Чтение частной переписки Может быть допустимым Только при одном условии В каком? Решение суда Если нет решения суда Никто не может читать ваши личные сообщения То есть ты, грубо говоря, стоять над твоей душой И говорят тебе Эй, парень, давай показывай Ты такой, нет, это моя частная жизнь Там мои личные переписки Я там признаюсь в любви всем Да, ты говоришь Вот я вам телефон показал Вот я показал, что у меня там ничего такого нет Если вы хотите читать мою переписку Вот, пожалуйста, мой адрес, номер телефона Давайте решение суда Я вам продемонстрирую И сам быстрее, быстрее, быстрее Все удаляйте с ним Кстати, версия одного из наших сотрудников была Уронить телефон и наступить на него ногой Видимо, у этого сотрудника что-то в телефоне Интересно, что в телефоне у нашей Натальи Петруниной Которая, кстати, к телеграмму-то весьма неравнодушна Давай, Наташа, мочи Не попадись Кажется, пора возвращаться к Nokia 3310 На днях Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей А теперь и вовсе грозит блокировка за то, что поисковик не удаляет из выдачи всякое запрещенное Но поскольку действующее законодательство таких жестких мер не предусматривает То замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не видит другого выхода, как закон переписать Если вы вдруг все пропустили, то, напомним, весь србор начался из-за того, что американский поисковик Не подключился к российскому реестру запрещенных сайтов А пока Google гуглит, что такое Роскомнадзор и кто такой Вадим Субботин Яндекс.Карты внезапно открыли для всех желающих секретные объекты НАТО Врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярских товаров А Ольга, государство не просило вас рожать глазких По данным канала МЭШ, отделалась легким выговором И будет продолжать рулить молодежной политикой в регионе Чудесная, чудесная новость пришла к нам с просторов Медиаликс 7 декабря на территории инновационного центра Сколково прошли испытания первого прототипа летающего такси Модель была разработана компанией Бартини в сотрудничестве с инженерами Национального исследовательского технологического университета Во время первого полета аэротакси должно было пролететь всего-то 10 метров с одной площадки на другую Дрон смог подняться в воздух, но почти сразу же что-то пошло не так И вместо того, чтобы красиво приземлиться в пункте назначения, машина не слишком элегантно грохнула в сугроб Стоимость летающей посудины составила 12 миллионов рублей Но ничему их история с дроном Почты России не научила На сладкое хотим сообщить, что большинству россиян в этом году все-таки подняли зарплаты Некоторым даже на треть Компания Хейс провела соответствующий опрос среди работодателей, которые, как известно, врать не будут Ну а мы продолжаем и к нашему соседскому вай-фай Сегодня подключается директор детской футбольной школы юниор Денис Ильин Денис, привет! Привет, Денис! Кирилл, твой пароль для вай-фай Вводи пароль от нашего сегодняшнего вай-фая И он сегодня простой и очень футбольный Оффсайт Оффсайт Отлично Отлично! Главным событием этого года было что? Чемпионат мира по футболу в России Да, мне кажется, так отметят 90% россиян Решили поговорить о футболе, о футболе детском, потому что чемпионами не рождаются Чемпионами становятся Чемпионами становятся Давай расскажи нам, какие детки к тебе приходят, с какого возраста надо воспитывать чемпиона И когда понятно, что вот этот человек пойдет и отстоит здесь нашей сборной Будущий Дюба, я просто не разбираюсь в футболистах, Дюба норма? Дюба норм, да Наша школа работает с детьми начиная с трех лет Максимальный возраст ребенка на текущий момент в нашей школе это 7 лет 7 лет То есть, по сути, это дети, которые еще даже не начали ходить в дюж, которых еще не берут в дюж Вот, то есть, начинаем подготовку и развитие детей с самого раннего возраста Ну, и так оно имеет под собой какое-то основание? Это надо или это просто, ну, скажем так, блажь родительская? Надо чем-то занять ребят Да, надо просто энергию куда-нибудь выплеснуть, вот не берут трех лет, так вот поведу его в школу На самом деле, то, что ты сказала, это две стороны одной медали То есть, специфика нашей жизни сейчас такова, что дети мало двигаются Они мало двигаются в садах, мало двигаются в школах То есть, максимум, что они получают, это полчаса, час в неделю какой-то физкультуры Не знаю, какой-то физкультуры А все за компьютерами сидят Все компьютеры, планшеты, телефоны За книжками, хотела сказать, да какие книжки Аналоговые ты человек, Леди Валентина Да-да Вот, на улицах проводят гораздо меньше времени дети, чем... Чем мы когда-то Да, то есть, а улица, она такая среда достаточно суровая И она формировала базовые качества физических детей Более раннего возраста, наши, более старшие То есть, люди в естественной среде, уличные, раньше дети развивались Развивали свои физические качества Росли крепкими и здоровыми, да Ловкостные, традиционные, конечно, даже просто пройти по бордюру Это, на самом деле, большая нагрузка для трехлетнего ребенка на вестибулярный аппарат А по навесным тротуарам, когда где-то что-то затопит, это же прям, ух, красота И, то есть, получается, детская футбольная школа, это для общего физического развития Или все-таки звездочку футбола можно все разглядеть и в три года Можно ли разглядеть уже потенциал в ребенке или нет? Потенциал разглядеть можно в пределах его возраста, либо задел на несколько лет Ну, приведи на примере, ну, грубо говоря, того же Артема Дзюба, да? Да, Артем Артем Дзюба, вот приведи на примере Ты знаешь его историю становления, этого футболиста или нет? Нет, я доставлю Может быть, не наш российский Не наш российский Нет, я могу сказать про современных футболистов российских Вот с какими лет они начинают тренироваться, как у них проходит Братья Миранчуки, сейчас это игроки сборной России, лидеры локомотива московского Ребята из области, то есть они не москвичи В 12 лет их разглядели и предложили переехать в Москву в интернат Спортивный футбольный интернат Мама была необеспеченной, но она поставила все на своих детей Она взяла и приехала вместе с ними Чтобы дети могли на этом поприще развиваться Собственно говоря, им повезло, что они попали к правильному тренеру В правильную среду и были без отрыва от своей семьи Потому что очень часто сейчас в России выстроен юношеский спорт так Что появилась звезда, селекционер ее нашел Селекционер? А кто это? Селекционер это человек, который ездит по каким-то футбольным мероприятиям, турнирам детским и юношеским И выискивает как раз эти звездочки Я думала, селекционер это тот, кто новая сорта огурцов выводит Или курицу с яйцом соединяет Обратно что ли? Возьми ее обратно Денис, вот то, что ты сейчас рассказал, звучит как сказка про спортивную золушку Потому что, и мы уже говорили про детский футбол как-то в передаче «В разгар мундиаля» О том, что чтобы попасть в большой спорт, в какой-то именной клуб, нужно много денег Какой бы ты талантливой звездочкой не был, там 12-летний, там 15-летний И ты играешь в каком-то захолустье, ну нет у тебя шансов выстрелить Вот просто нет, если нет денег, все решают в спорте деньги Нет Скажем так, сам лично не сталкивался, но с коррупцией в детский и юношесном футболе я слышал Были статьи Но это не в Сарове, конечно Какой у нас может быть коррупция? В Сарове об этом я не слышал Но в принципе, в практике существует такое Я полагаю, в любой отрасли нашей стране и в мире может существовать коррупция Кроме журналистики Пример есть также Александр Головин, еще одна звезда сборной России Да, он вообще молодчик Парень, ему по-моему 20 лет еще нет Он реально из глубинки, он из какой-то Сибири, из деревни Деревня не занимается добычей нефти в этой Сибири Чем они тогда там живут? В народном хозяйстве Промысловые Курицы с лицом скрещивают Промысловые грибы Парень тренировался в местной школе И тренер, просто по доброте душевной, привез его на просмотр в большой клуб Большой клуб его увидел и взял То есть, если ты талантлив, то ты найдешь свое место? Ну, как всегда Если в определенный момент, то нужно сложиться Нужное время, нужно место И если ты талантлив, то это может случиться Ну, а вообще, вот какой-то отпечаток Вот я просто вернусь к началу нашего разговора Какой-то отпечаток на российский футбол, на детский российский футбол Мундиаль отложил или нет? Или все, и обратно вернулся к тому, с чего было Какой-то всплеск интереса, может, всплеск внимания Всплеск интереса, безусловно Причем он начался не после чемпионата мира, а гораздо раньше То есть, сейчас по стране открывается множество школ для разных возрастов То есть, общество заинтересовано в этом Родители хотят, чтобы их дети занимались футболом Футбол, плюс ко всему, спорт достаточно специфический То есть, по сути, это единственный спорт, где человек играет ногами в мячу Единственный спорт такой вот на плане Земля И это дает определенный отпечаток в плане развития ребенка Даже если ребенок не станет звездой мирового масштаба Или местного масштаба, он будет вот в определенном возрасте Он будет развиваться А зачем вот этот навык пинать ногой? Почему бы то ни было? Это не навык пинать ногой, это навык, скажем так, ловкостной, коррадиционный То есть, совмещение своего тела с другим предметом в пространстве Мы, взрослые, не часто об этом задумываемся А ребенку до 4 лет, ему достаточно сложно двигать из себя, бежать, идти И при этом контролировать мяч Два предмета, один чужеродный Ему это сложно Вот если не уделять этому внимания, ну, человек из ловкостной, коррадиционной качества Я настолько плохо играю в футбол, теперь понимаю, почему Мне кажется, это такая прям мимишная мимишность, когда трехлетки бегают за мячиком, там, сбиваются, пытаются Как это финты называется делать? Ну, такие сложные вещи они еще не делают, финты Финты, финты, это обманный маневр, по-русски, если То есть, какое-то ложное движение, дабы обыграть соперника А ты же ходил к деткам, да, в программе своей? Да, я был Ну и как они? Да, был Слушайте, это очень здорово Но, скажем так, в большей степени, я, конечно, смотрел с точки зрения, как тренерская работа поставлена И как это все происходит Но детки настолько были счастливы, что с ними играют И играют, ну, вот в определенную форму в футбол Очень позитивно, заряжают энергией Это очень позитивно Если, ну, накладки, они, безусловно, могут быть Ребенок не выспался, не доел Или, наоборот, пока он ехал на тренировку, он уснул Да, его пришлось родителям будить Ребенку требуется некоторое время после этого на вхождение в занятия А вот да, сложно с такими малышами заниматься У них же нет еще какой-то внутренней мотивации Что если я буду много заниматься, я достигну результатов, я попаду в кул Ну, мотивации такой нету Мне кажется, что да И как вот их мотивировать? Я не хочу, я устал, я хочу к маме И что с ним делать-то? Ты точно не моя дочь Ошибочное Я точно не твоя дочь Ошибочное мнение, что ребенок мотивирует результат Мы взрослые, мы все оценим с точки зрения результата Это категорически неверно И мы не должны оценивать детей, рассматривать их как взрослых Ой, маленьких взрослых Это неверно И прежде всего трех, четырех и даже более старшие дети А им важен процесс, им важна атмосфера в этом процессе Ну вот сидит, он хнычет, что с ним делать? Не пинать он у тебя мяч Завлекать То есть это работа тренера, она уже тут Ну, педагогом можно, наверное, в определенной степени назвать Но скорее в кавычках Это больше аниматор, так получается, да, такой? Это Ай-на-ны-на-ны, да Ла-ла-ла, давай попинаем мячик Нет, важна психологическая составляющая Тренер должен понимать, как повлечь ребенка Ребенка трехлетнего возраста, если ты знаешь Не сложно переключить его внимание с его горя, его расстройства на какое-то позитивное русло А ты знаешь как? Конечно Получается? Получается Мне казалось, что вообще футбольная жизнь в городе в определенный момент просто Когда выпадает снег Да, 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 да Склеила ласты, как говорится И тут неожиданно со всех сторон То турнир по мини-футболу То какой-нибудь Зимний кубок Да, зимний кубок города по футболу Как ты относишься к зимнему футболу в принципе? Не, зимний мини-футбол Зимние кубки по футболу там На улице? В Днефовске Те, что проходят в залах Это хорошо Круто Это, правда, немножко другой вид В зале мини-футбол Мини-футбол в зале Окей, все Он, это все понятно Более динамичный, более яркий Более такой Да Да, он более такой агрессивный, мне кажется, он получается, да? Он динамичный Более динамичный На самом деле он не агрессивный Ты слышал, что они там говорят, когда играют? Он агрессивней? Просто там помещение маленькое Все слышно Вот в чем прикол, друзья Когда большой футбол делает все то же самое, что на мини-футбол Только нам не слышно, что они говорят Более огромное, не долетает И все-таки большой футбол зимой на открытом стадионе Вообще Время, место зима для футбола Или зимой надо в хоккей играть? Мое мнение, играть можно, но только на полях с подогревом Риск травматизма, причем критического травматизма На полях без подогрева, он существенно увеличивается Это не только мое мнение Это так говорит Эдуард Безуглов Главный врач сборной России по футболу По совместительству он помогает нашей школе То есть он проводит лекции, семинары О! Да, большой человек Он для нашей школы, для сети школы юниор Он проводит семинары, лекции Рассказывает прежде всего о детском травматизме И как его избежать Круто То есть там подскользнуться можно При этом он затрагивает именно специфику его И именно большого футбола И он говорит следующее Играть на полях без подогрева зимой В отрицательной температуре опасно Потому что риски получить мышечную травму Вырастают в разы Как бы хорошо игрок не разогревался Даже профессионалы Они риск повредить мышечную или связочную балкну Вырастают в разы Профессионалы разогреваются, получают травмы А что говорить о любителях? Обидно, да? Получить травму зимой И поставить крест на карьере? Если бы тебя жизнь в какой-то момент Не толкнула в сторону футбола Вот зимой каким видом спорта ты бы занимался? Ну или каким делом, каким-нибудь активностью зимний Чем бы ты занимался зимой? Я думаю лыжи Какие? Их много раз Любые Ну на самом деле я и сейчас катаюсь на лыжах Беговые или горные? Беговые или горные? Беговые Горные для меня немножко сложно Потому что я, как говорил, получил травму колено А ватрушка там, я не знаю? Это спорт? Да почему нет? Да, пешком с этой ватрушкой в гору забраться Это ого-го какой спорт А если посадить на нее ребенка Уже силовая тренировочка Кирилл даже зимой в зал не ходит Он дочку на ватрушке катает И говорит, все, достаточно физической нагрузки Просим у жителей нашего города Какую зимнюю активность или зимний вид спорта Предпочитают именно они Ира, вперед! Вообще зимой можно делать все, что угодно Все, все просто Угодно! Все, что угодно, угодно, угодно А еще зимой можно кататься на ватрушках, ледянках И даже на обычных пакетах Ну, поехали А еще зимой можно покататься в ковше фронтального погрузчика Пока никто не видит Ведь там же нет никого Пошли! Идут! Какой зимний вид досуга вы предпочитаете? Зимний футбол Погулять с девушкой вечером Кататься с горки на лыжах На санках В лес можно съездить на лыжах Зимой в баню можно ходить На лыжах покаталась Потом в баню погреться В сауне посидеть С друзьями встретиться в бане Тоже очень хорошо Работать Ого! А вы? Ну, как-то с семьей, наверное, проводить А на шлыки ходите? Обычно нет Не ходите? Нет Тогда мне не о чем с вами разговаривать Не ходите на шашлыки Прогулки, шашлыки в лесу, дачи Только зожжи Ой, а возьмите меня с собой на шашлыки А я не хожу Это Кириллу к Васенину Это все к нему Хорошо Кирилл! Мы идем на шашлыки! Я предпочитаю зимой Играть в снежки Веселиться с друзьями Ну и тогда Катаемся на коньках С друзьями Собираемся Идем в Ледовый дворец Все, мы ушли Кататься на ватрушке До свидания Денис, у нас есть традиция Он называется нетрадиционный рубрик В котором мы задаем всякие каверзные вопросы Или даем Традиция с нетрадиционной рубрик Традиция нетрадиция Да, традиция нетрадиция Итак, возводим в абсолют жизнь Дениса Самая дорогая вещь, которая у тебя есть Семья Самое дорогое блюдо, которое ты ел Ну пусть будет это Вепривый колен О, в Праге Это был в Чехии Самый нелюбимый актер Их, пожалуй, много Самый нелюбимый Отечественный, зарубежный Без разницы Любой Безруков, может быть Такого много Скорее, Козловский Отлично Самый ужасный поступок в жизни Твой Твой Бросил институт Первый Как жену бросить, честное слово Самый безрассудный поступок в жизни Бросил институт Бросил институт Первый Да Да Самое любимое имя Мария Самый любимый Егор Столько Егоров мелькает перед глазами Любого называй Любого называй Они у меня в группе дети Я их не всех по фамилии Итак, самый любимый Егор Нет у меня любимого Егора Вот нет у меня самого любимого Егора Лид, самый любимый Егор Летов Спасибо Все, вопросы у меня закончились Давай тогда фотку Ну что, делаем, бомбим Восхитительную фотку на мой почти новый телефон Потому что он уже почти не новый Ну а на этом все Увидимся с вами ровно через неделю Пока-пока Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова